Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, и это последнее дополнение к Метро Исход, оно же Метро Эксодус, под названием История Сэма. Сэм это, оу, привет, Артём, это я, Сэм, американец, который каким-то образом оказался во Владивостоке, что ли, или что-то типа того. Короче, твёрдо решив выяснить, живы ли его родные, Сэм прощается с Авророй и её экипажем, отправляется по железной дороге дальше на восток, надеясь найти во Владивостоке способ пересечь океан. Этот этап пути, однако, оказывается значительно сложнее предыдущих, я всё перепутал, он во Владивосток идёт, он, чтобы пересечь там океан из Владивостока. Что такое, в смысле? Вот, короче, поплывёт вплавь через океан, какой там океан-то получается между Владивостоком и Северной Америкой. Большой, большой, там большой, огромный, блядь, океан, не переплывёшь его, просто так, там нужна лодка, баркас, движок, 14 тысяч лошадиных сил, самолёт и всё, что угодно, но не вплавь, потому что вплавь это невозможно, поехали. Обратите внимание по загрузке на уровне, конечно, естественно. Естественно. Расставаться с товарищами было тяжело, но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах Байкала. Для меня же эта потеря стала границей. Границей между Орденом и жизнью, между долгом и мечтой увидеть отца. И, как и Артём, я выбрал мечту и отправился за ней. Вот, а это Артём, выбрал мечту. И мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья, руины и покосившиеся столбы, просто бесконечный кинофильм на потрёпанном экране. А я полуночный зритель, сидящий в пустом зале. Но каждое утро, встающая прямо по курсу солнца, приносила смену декораций, вселяя уверенность, что я всё же приближаюсь к океану. Ну да, отсюда ближе. Я просто, прикидываю, немножко расстояние, если поехать на запад. На шаг, потом ещё на шаг. И ещё. Несмотря ни на какие препятствия. Когда-нибудь отдыхая на крыльце отцовского дома, я, может, и захочу написать книгу об этом предшествии. На восток быстрее будет. Когда-нибудь. Но не сегодня. Я у города, где должен начаться последний этап моего путешествия. И уже чувствую запах моря. Если у меня и вправду есть шанс добраться домой, я найду его здесь. Я так понял, он не пошёл тупо напрямую, потому что там хотя бы были дороги, там можно было доехать. А так бы пришёл через Монголию пиздовать, а там непонятно, где дороги, каким образом, карты нет, ничего не ясно. А тут вроде как, типа, ну знаешь, указатели стоят, Владивосток туда, пиздуй. Вот он, собственно, и поехал. В Раскоряку, походу, на лошади скакал. Что-то как-то ходит. Немножко ширинка, наверное, устала туда-сюда кататься. Ну, трактора. Трактора, это какой-то... Как этот трактор называется? Белорус, по-моему, бро? Так этот трактор называется. Самый популярный у нас трактор. Вот. Там сидушка, возможно, неудобно. Я там не сидел, но... Если оттуда выходит в Раскоряку, значит, там не очень комфортно. Я почему-то думал, что Владивосток. Владивосток, типа, снег, холод, обосраться. Как всё плохо там, типа, сейчас. А тут летний Владивосток. Хорошо, осенний, я бы даже сказал. Ты куда? Ну, куда? А, блядь, верёвка. Хэллоу, Владивосток. И головой в пол, в асфальт какого-то. Ладно, окей, нет. Так, а у меня там всякие вот эти трассировки, вот эти модные всякие. Там включены вот это вот, что было у меня или нет? Надо посмотреть. Окей, надеюсь, я вырезал рассуждение по поводу ЛСС. Там было включено ЛСС. Если я повторяю это второй раз, значит, я... Ни хера не вырезал. Я должен запомнить. Так вот, ЛСС, по-моему, сильно размыливает картинку. По основной части этого ещё мне сказали. Поэтому я сейчас отключил ЛСС. А трассировки, Директ Икс 12, ультра, и всё вот это вот стоит... Ёбана. Всё вот это вот стоит, если что, прямо здесь у меня кабачи есть. Так, бинокль на Б. Бинокль на Б, хорошо. Помню как-то по умолчанию. Хорошо, как убирать? Тоже на Б. Чё по оружию? По оружию один. Ой, это ашот ваншот! Еба, это он. Так, это автомат прокачанный. Чё-то у него, по-моему, пулемёт какой-то был. Нет, серьёзно? Чё, только два оружия. А он же спускался. У него с таким огромной обоймой был автомат, пулемёт. А чё не так быстро высохли-то все? Блин, хорошо. На самом деле, я думал, это будет какое-то зимнее ДЛЦ. Или говорили... Чё это? Или говорили, что оно будет зимнее? А где ж зима? А кто стрелял? Вроде нет никого. А кто стрелял? А в меня не надо, пожалуйста, пацаны. Так, окей, это прицел. Фуникулёр. Ага, это окей, ну поедем на ту сторону. Или мне показалось? Это может быть ветер такой забывающий? Аж со звуком выстрела. А чё бы нет? У пейзажа, кстати. Вот эту вот ебалистику всякую фотографируют на скриншотах в игре. Типа, знаешь, такой ебать в игре скриншоты. А ты такой ходишь и не замечаешь. Так, ладно, а кто стрелял, серьёзно? Пацаны, а кто стрелял? Действительно. Я так понимаю, это единственная, в принципе, игра из серии метро, но дальше ДЛЦ, где главный герой будет разговаривать. Лучше проваливайте! А я тебе говорил! О, бля, там вообще жёстко. Так, пойду разберусь, короче, с братвой. По ногам, бля. По ногам, бля. К дам, бля. Выходи с поднятыми руками. А ещё тебе чего? А всё, больше ничего не надо. Ты не сын, не завалим. Законник тебя живьём взять хочет. Еба, он там по верху шатает. А ты о ком знаешь, чего он там хочет? Есть такая база, понял? Короче, шабазар. Выходи уже. Спасибо. Ах ты, сука! Букра завалил! Валей, козло, братва! Ну, давайте! У меня патроны... По-моему, они кончились! Нет. Спасибо за помощь! Поднимайся сюда, поболтаем! Так, окей. На R разборка, насколько я всё помню. На E тут написано, да? То есть мы можем просто разбирать, если чё, для будущего улучшения. Ну и патроны тупо собирать. Хорошо, окей. Хорошо. Так, противогаз как менять не помню. То ли на T, то ли на чё-то там. А ещё есть ночное зрение на N. Ночного зрения у меня нет. Значит, противогаз менять на T, хорошо. Менять на T. Так это чё такое запчасти? Какой-то капитан, бля, дикий, бегает по крыше, до сих пор в форме. Все такие, знаешь, приодетые и нормальные. А капитан, короче, чуть ли не голышом. Холодно же, ёпта, весна. Ой, весна. Какая разница, весна, осень. Холодно всё равно. Нужно потеплее одеваться. Идите-то. Так, фонарик-то где у меня? Вот фонарик, окей. Он, по-моему, что-то тратит, да? Если я ничего не путаю. Не помню только что. Ну, они бы ещё выпускали их, блядь, раз в четыре года. Вообще было нормально. Ох, слушайте, ДЛЦ. Сука, попался! Кто, я? Ты дурак, что ли? Ты откуда взялся? Так, там капитана бьют, что ли? Ну-ка! Полетай! Нихуя капитан борзый. А ну! Оружие убрал! Воу-воу, полегче. Я же помог. А я говорю, убери, быстро! Прошу, мне неприятности не нужны. Я ищу корабль, мне домой надо. Не знаю, что подходящего. Ну, корабль у нас только один, зато подходящий. Идём, покажу. Я знаю, это чувак из постела, да, звучит? Это он, да. Это он, которого не хватало в третьей части очень сильно. Хотя, возможно, ещё не всё потеряно. Он просто взял чувака, скинул с крыши нахуй. Ты тут осторожно, а то загремишь в трём. А к тем он, красавцам? Всё гоняются за мной. Перед котом своим выслужиться хотят. Хорошо, хоть живые взять пытаются. Ну, если ты так будешь сопротивляться, они потом перестанут пытаться. Ну, чё, доставай бинокль. Отсюда хорошо видно. Окей. Куда смотреть? Вон, видишь? Вау, сабмарин. А здоровая какая. Хороший билет мой. Нет, где штук топлива-то взять? А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Сан-Диего. Опа, ещё один американец. Что вам тут, мёдом намазано? Ещё один? Мёд, сейд. Ты вправду, похоже, не в курсе. Так что расскажу, но позже. Хм, сворачиваемся. Что за чёрт? Крылан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Чёрт, опоздайся. Крылан, ты чё это? Проваливай, крыса, летучия. Крылан, ты один или вот эта стайка налет... Чё, вот это вот? Свиноматка на крыльях, чё он мне сделает? А, нет, чё-то серьёзно кричит, я слышу. Бляха, играть я сегодня буду? Нет, ебать, чё с кустами происходит? Ой-ой-ой, в смысле? А подожди-ка. Не понял? А чё меня бросил-то, дед? Твою мать. Чё тебе надо, блядь? Дурачок. Так, ну это смерть, это понятно. Может, его убить, типа, надо? Не, я, типа, убью, мне, типа, не жалко. Всё, он умер. Чё-то кусты как-то непонятно трясутся. Чё-то нехорошее. Что это такое-то? Да вот это нафиг! А чё, всё, патронов нет больше? Всё, что ли? Сдох, что ли, нет? Так, 30 патронов осталось, сейчас будет нормально. Он, типа, не хочет помирать, да, сегодня? Слышь, крыла? Помирай, заебал. Это, типа, первый мини-босс какой-то? Да. Долгий друг, конечно, долгий. А есть патрончик какие-нибудь там? О, неплохо, кстати. Бляха, патроны закончились. Это новенькие взялись. Да он что-то это, он будет умирать сегодня, нет? Может, надо давно уже было прыгнуть и съебаться отсюда? О, ещё один! Ну, сейчас меня дед спасёт, конечно. Короче, стрелял, стрелял, тупо прыгнул ножом. Какой, сука, стойкий мышь. Так, а к аптечку применить, Ку? Оба, руки-то помнят. Руки-то помнят. Чё, зря использовал, да? Блин, зря использовал, обидно. А чё с оружием? Вылетело? Оружия-то нет, всё, пизда. Ха-ха, не смогу защищаться. Тих-то! Крылан, бляха. Я думал, это птички маленькие. А это крылан. Жабы, блях, какие-то жабчат. Жабы, они, жабы же, они жабчат, правильно? А крыланы крылачат. Ну, всё логично. Жабы жабчат, крыла накрылачат. Отобрали всё оружие, бляха. Здесь вроде как должен... Ой, фу. Здесь должен быть какой-то элем... Чё это? Твою мать, уйди отсюда! Что за херня? Блях, кобра. Всё, отравился, нахуй, что ли? Надеюсь, что нет. Короче, здесь вроде как добавлен какой-то элемент выживания. Может быть, это выживалка? Я буду ходить, выполнять эти классные однотипные задания. Принеси мне то, принеси мне это. Десять того, десять этого. А вот этого нужно пятнадцать. А ещё, сходи, помоги туда. И сходи, помоги этим. Потому что только благодаря этим ты сможешь сделать то, что тебе нужно. А тебе нужно сделать вот это. А благодаря этим ты с помощью тех сделаешь себе вот это то, что тебе нужно. Всё понятно. Всё понятно. Руки вверх! Come and take it, you bastards! Come and take it! Ебать! Пошли с нами! Продживьём! Take this! Какого стресса мы в ситуации русские? Это родной язык, я говорю, вспомню. Нихуя ли хорошо, ты у тебя откуда? Ну давай, ну Сэм, ещё тряпка, шо и какая, ёбатый! Мне кажется, у Сэма слишком русский-американский. Мне кажется, у меня слишком русский-американский. То есть в американском он не похож на одно мило. Бляха, вот это дрочило здесь идёт. Интересно, пиздец, Мортал Копп. Я, кстати, на одной кнопке играю, если чё. Могу на одной кнопке четырёх завалить. Бля, руку сломал. Прекратите своим шокерам, уже лезть! Не работать он, бля, тебя в курке, дурачок! Голое тело надо бить, придурочек! Всё-таки не смог. Всё-таки не смог. Слабак и тряпка. Ну что, допрыгался, бычара? Покоп! Сука! Мне кажется, с таким ударом трубы, нахуй, можно лоб проломить. Он же не рукой бил, он же куском трубы, по-моему, летел. Прям между глаз, и всё, конец. Всё, гейм-овер, кстати. Да, я по фильму учился. Брусли, Джеки Чан, Кия. Нет, блин, бурят. Американец, американец. Вот видишь? Кто-то ты нас так кидал. Правда, не помогло. Это просто не мой день. День, говорю, не мой. Похоже на то. Ну ничего, может, ещё и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Ого, ну давай. Блях, меня поймали те, кто капитан бежал. Кота мне дай, тут новость для него. Его нет на мостике, ожидайте. Ладно, подождём. Глуши мотор, братва, ждём босса. Ладно. Получается, да? Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. Тучи. Это брат Буря. Точно, Буря. И они у нас тут непростые. Попадёшь в такую, не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, босс на мостике. Переключаю на него. Добро. Заводись. И давай на лодку. Ну что там у вас? Передали капитану предложение? Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Ты там в своём уме? Обижаешь, босс. Ругался, как ты, в худшие дни. Ихуя, американец у тех подгрёб, банду сделал. Ахахаха, вау. С ума сойти. Они плани на английском, на русском. По-моему, вы проверите ещё. Ох ты. А значит, да, курьеры. Тут. Всё меняется. Это локос, ясно? Быстро его сюда, конец связи. Есть, босс. Видишь? Эффект какой. А кто всё сразу понял? Кто сказал, что американец, а? Ха-ха. А он может тоже подлодку готовить? Типа, если он тут живут? Здоровый, дура. Ваща наша. Ваша, да не наша, блядь. Скоро наша станет, понятно? Он, наверное, американец их использует, чтобы уплыть, нахуй, отсюда. Сейчас второго с собой возьмёт и вовлывут, и всё, нормально. Смотри, это босс. Он его, короче, решил проверить. Типа, знаешь, такое на английском? Скажу, hello. How you doing, нахуй. Это я! Вау, hello there. Тебя что, не развязали? А? Сейчас. Прошу набор. Повезите гостя в трапу. Они его поэтому котом называют, что он Том? Есть, босс. Вы их чипо этом какого? Кота разозлили. В их мире был Том и Джерри. Надо было развязать его сразу. Получили б за то, что развязали. Да, коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Not is your day, нахуй, да. Или как там, правильно? Not is your day, да. Not is your day. Не, ну акцент у него реально прям русский какой. Ну, ваше сочетство прибыли, поднимайтесь на борт. Хорошо, холопы, челядь. Хорошо, как скажется. Ой, там что стоит в конце такое? Что страшное? А, это цепь. Я думал, там чувак с крыльями какой-то стоит. Ну да, сейчас, короче, соберем с ним подводку, да поплывем. Он будет сзади плыть, я спереди. Потом поменяемся. И все, и доплывем до Америки. Стоит уплыть. Часа два, три. Ой, там кого-то бьют. Выключить, нахуй. Свет-то надо... Ты че, я выпрутил? Подожди, там кого-то прям это... А, они бегут. Я думал, они связаны. Мэйфлауэр. Майский цветок. Давай сюда, сэм. Да иду, иду, несся. А то пора прятаться. Сейчас бура начнется. Ходит такой зонтиком, ебать, без гранжилетов. Ты и правда поднимайся, чтобы босс не ждал. Как скажешь, дружище, как скажешь. Выключите зонтик. Поднимайте, поднимайте. Сейчас буря как режет. Он типа вообще никакой этой предосторожности. Тупо в этом парадном ходит. Здорово. Я рад тебя видеть, Тупо. Это твой корабль? Билетик не найдется? Билетика? Это хорошо, сказал. Идем пообщаемся. Так куда тебе билетик-то? В Сан-Диего. Калифорния. Вот где рай на земле был. Ну, если не считать пробки в аллее в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Сан-Диего Падрес. Точно. Наши с ними играли часто. Я то и с Сиатласом. Мэринерс. Это если ты меня еще проверять, думаешь. Ничего личного, Капрал. Время сейчас такое сложное. Ну да, никому не доверяй. Доверяй, проверяй. Понимаю, доверяй, но проверяй. Во-во, дать франь. Точно. А что у меня дождик идет? Кстати, Сэм, знакомься. Это Клим. Моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Что за бизнес? Привет, Сэм. Здорово. Радимите, Клим. А что за бизнес-то? Садись, глядь. Вовремя, Климова, ребята, тебя пригласили. А, хорошо. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, станься я там. Может, уже был бы на полпути в Кэнзас. Хотя мне туда не надо. А куда надо? Те ж скаль, блядь, Садьего. Постой. Давай-ка, Сэм, сначала закурим, и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажусь. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. Ближний Восток, потом Евгенистайн, потом в Москве посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там, в подземке, много кто спясся. А потом сидели двадцать лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру. Главари все знают, но скрывают. Двадцать лет? Нахрена? Ни малейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ним и весь отряд, где я служил. Пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на восток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему семьдесят теперь должно быть. У меня мало времени. А, понимаю. Ищешь, кто перевезет тебя через океан? Да. Сейчас через Пасифик не ходят. Это раньше было просто. Но я могу отвезти тебя на этой лодке. Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь там. И, кстати, как тебе это сэбмерин досталось? Это длинная история. Может, лучше коротко рассказать? Не, давай подлиннее. Я не тороплюсь. Не, не, давай, давай, давай. Я, честно говоря, не настолько спешу. Ха-ха-ха. Ну, тогда начну издалека. Давай, начинай. У меня тут, кстати, почти настоящий Теннесси Саур Мэш получился. Выдержки, конечно, не хватает, но вкус все равно очень не дурен. Выпьешь нам, и Клим? Выпью, но своей. Не люблю я этих твоих изысков, Том. Подумаешь, первая партия неудачная вышла. Но как хочешь, конечно. За встречу. За встречу. Давай, давай, давай. За встречу. Давай, барбарбарбатуху, письмою. Great stuff. А я что говорил? То-то. Ну что, готов слушать? Так поехали, давай. До войны я тут бизнесом занимался. На международном рынке оружие, в основном, у местных были большие деньги и возможности, но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Клим отвечал за связи с местными партнерами. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты, но тут упали бомбы. Дальше сам представляешь. Yep. У нашей компании, правда, оказалось важное конкурентное преимущество. Полные склады оружия. И ребята Клима, которые эти склады охраняли. Дальше мы динамично развивались и несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь, во Владивостоке. Руководил здесь знакомый тебе бывший капитан. Он, конечно, неплохо все организовал, но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов. Тут мы и предложили сотрудничество. Капитан согласился и не прогадал. Проблему бандитов Клим решил радикально и в кратчайшие сроки. До сих пор висят местами. Ну, типа, убило всех. Понятно, ну, ну, ну. Да, ну, а потом выяснилось, что лодка-то все это время была на ходу, а он даже не пытался воспользоваться такой возможностью. Кто, капитан? А как ей воспользоваться? Сразу видно, что ты не бизнесмен, как и он. Конечно же, для всеобщего блага. Столки лет после войны человечество прозябает, потому что не осталось силы, которая могла бы заставить выживших объединить усилия для восстановления цивилизации. А мы можем создать такую силу, новое государство, настоящий сияющий город на холме, и повести всю землю к новым вершинам, обратить конец света в новое начало. Нам даже стрелять не придется, бросить якорь на рейде любого поселения, открыть ракетные шахты, сами все отдадут, признают нашу власть. Ебать-то завоеватель. Мне по душе такой вариант, но это всего лишь констатация факта. Мы здесь власть, мы сила, мы поведем всех за собой в будущее. Понимаю. А что же капитан? Устроил скандал, пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть правильно? Эт да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новое, заправить лодку может толка бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговорись старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. А же это тут виски. От всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо? Первый пункт назначения Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Хорошо. Хорошо. Вот это я понимаю, хватка. Оставь Клим, Сэм справится. Как скажешь, босс. Значит, договорились. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать, как положено. Я не понимаю, нахер Климу этот американец. Настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ебать, экипировка нормальная. Я не понимаю, зачем им нужен американец. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс, здесь помечено известное нам укрытие капитана. Так что попробуй сначала пройтись по ним. Ну ок. Есть. Сэм, Клим. Ну что, с радио разобрали. А за остальным зайди в тир. Там тебе все выдадут. Заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни. Ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо по краса. Ха-ха-ха. Ну как знаешь. Чего, блядь. Спасибо, Том. Но я пойду. Будета уже кончилась. Удачи. Будем держать связь. Счастливо. Это две поговорки в одно сейчас было, да? Пока. Куй железо по краса. Ух, нихуя. Куй железо, говорит, по краса. Мисс 86-го года, наверное. Так, короче. Я понимаю, что раньше он, типа, был блатной, брутальный. Там вся хуйня. Вел дела. Вот эти вот всякие хорошие. Сейчас-то он зачем? Сейчас дела вести не с кем. Он просто, типа, знаешь. О, поедем захватывать мир. Почему этот уже давно бы не завладел? Ха-ха. Ты что давно бы завладел этой хуйней? Ну, в конце от концов. Чуть сидит. Это посмотри на эту, блядь, шаболду. Сидит он тут. Давно бы взял все свои руки и наладил бы все, что можно наладить. Что за херня? Короче. Я так понимаю, мы будем воевать так-то. За плохую сторону, потому что... Скажи, какого? Что, какого? Какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого, по-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит. Вы же облажались твои пацаны, когда капитан ушел. И ладно, сам капитан. Он хоть на виду. Старпом где с остальными? Ищем. Ищем. Год уже скоро будет, как ищете. И сейчас капитан наш единственный шанс. Ты понимаешь? Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец. И что? Я его не знаю. Ты его не знаешь. Знаю. Он выжил в Москве. Понимаешь? Выжил и добрался сюда. Ну, как знаешь. Знаю и получше тебя. Ладно. У него только временами проклевывается американцы. Проходом на верхние болота. Наблюдает кто-то? Двое на точке. Вот и хорошо. Пусть заодно и за гостем присмотрят. Ну и вообще, сообщишь всем, чтобы были готовы помочь. Понял. Давай подумаем. Где он его вообще застать-то сможет? Где капитана видели? Его кругом видели. Ты пальцем покажи. Ну вот. Под носом прямо. В бассейне. Раки. Он там давно не появлялся. Ясно. А тут? Сутула до черта. Не полезет он сюда. Думаешь? Ну посмотрим. А тут? Бригада новая. Я тебе говорил. Сутула ходит. Это типа три места. Тут на автосвалке что? Тут сейчас крылан поселился. Ясно. Капитан туда соваться не станет. А по депо? Давно уже занято. Тоже охотники. Короче, это бесконечные разговоры, я так понял. Они обсуждают, где можно найти капитана, а где нельзя. Все самое интересное они уже сказали. Один мне доверяет, а другой не очень. Ну, можно понять. Он же типа начальник войсков, вот этих всех войск. А меня типа послали как самого главного. Привет, дядя Сэм. Ха-ха, здоровый дядя Шлем. Там все уедут, босс распорядился. Как скажешь. Дядя Сэм, нихуя? А, ну да, в принципе, дядя Сэм. Я типа главный, я тот самый дядя Сэм, который все Америку управляет. Это я. Да, это я, кстати, с меня говорили. Здорово, Русан. О, похоже, починил. Пора проверить. Чего они так с котом своим не общаются? О, смотри, ха-ха-ха. О, смотри, ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Мы эту конвентаризацию проводим. Ну-ка, посмотрим, что вся его оружейки ждут. Понял, спасибо. А это что, не оружейка? Те оружейки-то? Тебе в тир надо? Нельзя. Юр или мэйдзэ грейдж? Зачего ты? Закрыто. Тут кому-то звонит, что за звук? О, а вот и наш гость. Раз знакомству. Я Данила, оружейник Тома. Здорово. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин. Так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Не плохо. У меня, по-моему, был такой. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство. Под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо, буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Можешь испытать обновку. У моего помощника наготове пара магазинов. Окей. Как менять патроны? Вот наши патроны. Удачи. Нихуя у тебя тут это. Давай. Так, есть. Что, включите? Не откажусь. Попробуй поразить все цели. Всегда хотел посмотреть, как работать морская. Лас. Я что-то не понял. Мне уже зажигательные патроны дали или что? Впечатляет. А то, ебать. Профессионализм. С ума сойти. Обалдеть просто. Да, у мишени неправильно работают. Я в него попался три раза. Прямо в шель. Вот это я понимаю. Меткая стрельба. Все, что ли? Спасибо, что показал класс. Сразу видно настоящего мастера. И я-то разбираюсь. Хоть тут разбираться попался мастер. Не попал ни мастер. Я тоже разбираюсь. Вот ваш приз. О, что, зайчик? А, потрогаем. Да ничего особенного. Так, как менять патроны-то? Ну что, Сэм? Не буду тебя больше задерживать. Удачи. Хорошо. Спасибо, Данила. Хорошо. Увидимся еще. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Зажигательные патроны. А, разобрать. Подожди, а сборка-то где? А, я могу их собирать или забирать. Так, это обычные патроны. Собрать. Допустим, зажигательные. Не из чего собирать. Так, улучшения. Это все почищено. Поставить нечего, нечего, нечего. Все по стандарту. Из бронежилетов что-то здесь. Наручник. Ага, окей. Ну, по-моему, в основной игре у меня такая херня была. Ладненько. Как только менять патроны, я вот не помню. Как-то же их можно менять? Бляха, ну-ка быстренько посмотрим. Так, настройки. Управление. Клавиатурка. Оружие. Огонь. Прицел. Перезарядка. Допоружие. Удар прикладом. Перезарядка. Ээээ. Инвентарь. Может, С? А, это нож, ебаный. С это нож, подожди-ка. Ну как? Экипировался? Да, типа того, да. Получил оружие. А пристрелял? Да и пристрелял, астань. Может, мне потом расскажут, расскажут. Я не думаю, что сейчас по времени-то уже сколько. Я не думаю, что сейчас столкнусь с мутантами. Ну, это же как-то точно можно менять и стрелять. А что, бинокль мне не дали? А как я буду высматривать дали? Когда мне бинокль не дали? Ну, как по мне, теперь тут нормальный мужик заправляет. Это вся команда капитана или кто это? Так это выживание или что? Или просто так? Ну-ка, нахуй. Она самому прям... И тебе еще повезет, если быстро замочат. Ихуя, у вас тут подлодка мощная. Если долю получил, обязательно доведет сделку до конца. И проследит, чтобы нас покупатель не кинул. Так что мы сейчас делаем-то? Вон он им зачем нужен. Ждем, пока от кота человек придет груз проверить. Кот на самом деле до сих пор чем-то заправляет здесь очень сильно. Видишь? Так что, пропустил он вас все-таки? Ага, только сначала всю душу вымотал. Ха-ха, но все равно, теперь ты можешь вздохнуть свободно. А, не между собой, я думал, мне-то что-то говорят. Вон ты мой. О, американец, привет-привет. Как жизнь? Нормально, нормально. Но мы проверяем еще. Ну, непонятно, что не допустим. Хотя не надо. Сам понимаешь, что тяжело. А, ты из его команды, да? Бляха. Если еще встретишь, скажи ему, скажи, мы помним все, что он для нас сделал. А че ж вы мне помогаете? А оно и видно, сидите тут, блядь, на чужих харчах. Знаю. Скользкий тип всегда был. Пойду гляну, как они там. Ага, а мы тут пока продолжим. Все что-то пиздят, трындят, о чем-то разговаривают. Тебе не нравится новый курс, Тома? Слушай, я знаю, ты специально подначиваешь, но мне вообще пофиг уже. Так что скажу на чистоту. Мне не то, что курс. Мне не сам Том, не его бизнес не нравится. Но это, блин, не главное. Меня бесит, как он власть захватил. Как капитан обартанул с офицерами всеми. Ну и Клим еще с упырями его. Вот что главное. И еще, капитан прав был. Нельзя больше ракетами разбрасываться. Так что хорошо, что реакторы топлива выработали. Хм. Так что можешь смело бежать и Климу докладывать. Пусть он меня уже на подвал посадит. И покончим с этим. Вот, я все сказал. Пошел теперь нахрен. И вовсе незачем так орать, дурак. Вовсе я не собираюсь никому докладывать. Ага. Ну да, конечно. Расскажи остальным, которых уже на подвал утащили. Нам пора ответить. Какая же сука. Короче, в народах, в народе негодование. Отлично, отлично. Это им понравится. Ну, снова привет, американец. Ты ж не обижаешься. Да нихуя у тебя пол ебал разбитых, я ж не обижаюсь. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку. Так что вот. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули как на машине. Доработай машинкой. Газ реверс. И дело в шляпе. Окей. Мы даже компас поставили. Спасибо. Кстати, да. За компасом следи. Там спирт внутри. В компасе? Ну и про инерцию не забывай. На полной скорости, даже если реверс врубить, не сразу остановишься. Ну ясен хуй, тормозной путь. Уж пожалуйста, постарайся ее не утопить. Да ладно, чудо. Да. Она ему дорога, как память. Ну-ка, ну-ка, что за память? Это точно дорога. Расскажи нам. Ну, принимай командование. Да ясно, хули, давай. Удачи. И семь футов подкидем. Да, спасибо. Спасибо тебе. Так, В, С. Нажми хоть Е. Ладненько, давайте я нажму Е. На этом у нас сегодня закончим. Пока начинается... Тут просто начинается. Пока ничего не понятно. Но основная закваска сюжета уже есть. Мы, типа, должны вроде как помогать плохой стороне, чтобы попасть к себе домой. Но, скорее всего, все выйдет на то, что мы перестанем помогать плохой стороне. И будем воевать вместе с капитаном, дабы вернуть власть, кинуть всех и все сделать по красоте. А на этом пока все. Ссылка на плодис в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Если вам пришли еще, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат. Субтитры сделал DimaTorzok